Итак, всем привет! Сегодня мы с вами говорим о вкусовых пристрастиях. У нас уже с вами много полезной информации накопилось. Мы каждый раз нанизываем определенную бусинку на нашу такую вот цепочечку знаний. Первое, что мы уже знаем, мы знаем, кто мы по восточному гороскопу. У нас есть пять элементов, и из вас кто-то человек дерево, кто-то человек огонь, земля, металл и вода. Для чего нам это нужно знать? Потому что на этом строятся все основные следующие знания. Второе, что мы знаем, что каждому из вас от рождения есть какой-то орган, который в зоне риска. И именно он очень часто является причиной той или иной болячки. И вы уже понимаете, что когда встает вопрос лечить ту или иную проблему, то нужно еще подумать о том, что же вызвало, какова причина этой проблемы. Это вы уже тоже вы знаете. И третье, теперь у нас с вами вкусовые пристрастия. Оказывается, действительно, очень многие люди думают, что если наш организм что-то хочет, то именно нехватка вот этого какого-то продукта, его составляющей, обязательно для того, чтобы восполнить что-то в нашем организме. Это, к сожалению, очень частое и большое заблуждение. Как раз все в корне наоборот. Как раз наши вкусовые пристрастия сигналят нам о том, что в том или ином органе у нас есть определенные проблемы. И вкусы точно так же имеют пять элементов. Вкусы дерева, вкусы огня, вкусы земли, металла и воды. Соответственно, они синергичны часто с нами. То есть люди дерево предпочитают очень часто. Особенно если идет в каком-то большом объеме, а чего-то очень много, то это говорит о том, что как раз ваш проблемный самый орган нуждается в поддержке. И какие же эти вкусы и примерно какие же продукты относятся к этим вкусам. Мы сейчас немножечко про это и поговорим. Итак, начинаем, как всегда, с элемента дерева, потому что он самый первый в нашем круге усин. Итак, первый элемент дерева. Элемент дерева – это кислый вкус. Я, например, когда смотрю, как едят лимоны, буквально откусывая, как яблоко, у меня все внутри сжимается. Я так не могу. Но некоторые люди считают это вполне нормально и даже очень-очень-очень вкусно. И считают это чем-то таким, действительно, как такой вкусняшечкой. И как раз, если поговорить с людьми, то очень часто это люди дерева и их проблемный орган – это элемент печени или желчной. И как раз большое количество этих кислых продуктов, оно усиливает эту проблему. Второй у нас вкус. Горький вкус. И он относится к элементу огонь. Очень многие любят кофе и не могут от него отказаться. И это как раз сигнал для очень многих, что сердечно-сосудистая система нуждается в поддержке. Потому что вы знаете, как влияет кофе на организм. И в первую очередь страдает кровь. Кровь у нас один из органов, относящихся к сердечно-сосудистой системе. Поэтому нужно услышать вот эту свою привычку, от которой очень тяжело избавиться. И просто принять меры для того, чтобы поддержать тот орган, который требует поддержки. Третий элемент у нас – элемент земля. Это самые большие сладкоежки. Пироженки, конфетки, печенюшечки, все самое сладенькое – это любят в большей степени они. И как раз вот это все, когда мы не можем прям вот просто, совершенно без этого не можем и чувствуем от этого такой дискомфорт, если ты не съел этого сладкого, то это говорит о том, что органы земли нуждаются в поддержке. И очень часто именно сахарный диабет у людей – элементы земля. И именно им очень часто свойственно как раз изобилие в своем рационе сладких продуктов. Третий, следующий элемент – это элемент металл. Какой вкус ему присущ? Ему присущ вкус острый. И это все китайские кухни, это все корейские кухни, это все восточное, бля, вот это все такое острое, что потом как огнедышащий дракон, да, просто. Как раз символ какой-то определенной, да, китайской мифологии. Так вот, когда идет изобилие этих продуктов, и они очень часто наблюдаются как раз у людей, элементы металл, то, конечно же, в первую очередь у них начинает страдать их от рождения проблемный орган – это легкие и кишечник. И, конечно же, осталась вода – это соленый вкус. Человеку элемента вода не понять, как можно заменить соленый огурчик какой-нибудь сладкой конфеткой. Или бутерброд с красной рыбкой солененькой, да, малосольненькой и так далее. И для каким-то вкусным пирожек. Они, естественно, выберут больше солености. И когда идет перенасыщение соленым вкусом, когда вы не можете остановиться, вам всегда нужны соленые огурцы, соленая капуста, там еще какие-то солености, то это говорит о том, что органы ваши нуждаются в поддержке. Какие? Это почки и вся мочеполовая сфера. Поэтому, зная какие-то такие вещи, нам гораздо проще решить многие вопросы со здоровьем. И для чего, в принципе, нужно знать вот эти вкусовые пристрастия? Первое – для того, чтобы, в принципе, быть здоровым, вы об этом уже разобрались. Второе – для того, чтобы правильно худеть. Ведь в рационе худеющих в основном такие общие диеты. И они совершенно не учитывают вас как личность. И очень часто преобладание тех или иных продуктов в рационе может быть негативно конкретно для вас. И третье – для чего обязательно нужно знать вкусовые пристрастия? Для того, чтобы все-таки наладить свою личную жизнь. Очень многие люди, к сожалению, не могут устроить личную жизнь именно по тому, что в их вкусовых пристрастиях очень много продуктов, которые делают, например, нас, девочек, холодными. Об этом мы уже тоже не раз говорили на наших эфирах, наших постах. И учитывать этот фактор тоже обязательно. Видите, как много всего интересного нужно понимать для того, чтобы быть здоровым, для того, чтобы быть стройным, для того, чтобы быть счастливым. Я надеюсь, что эта информация вы не только слушаете, читаете, но и используете себе на благо. И от этого, когда вы получаете результаты, мне особо приятно. И я понимаю, что я делаю правильное дело. И хочется также сказать, если кому-то интересна таблица продуктов и пяти элементов, желает получить ее себе для личного пользования, пишите мне в личку, я вам расскажу, как это можно сделать. А на сегодня все. С вами была Таяна Мастер. И до новых встреч. Пока-пока.